Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». И сегодня у нас в гостях актриса, популярная телеведущая и просто очаровательная, эмоциональная и умная женщина Светлана Боровская. Зачем вы спрашиваете, как у меня дела? Живите с плетнями, это гораздо интереснее. Сейчас Катьер отдастся полностью, надо начинать. Он второй раз так гениально уже не скажет. Как удивительно, что я живу в этом доме. Я до сих пор удивлена, за что мне в жизни такое счастье. Вот мой папа, когда он уходил, он говорит, доченька, это какой-то конец света. Как люди все переругались. Ему даже было не страшно уходить, потому что он понимал, что он не хочет этого видеть. То есть он не понимал, как это, как, что происходит. Вот когда я уже буду никому не нужна, и мне нечего будет делать, я буду смотреть интересные сериалы, читать книжки, будут расти цветы. Я все равно буду счастливой. Я все равно умудрюсь быть счастливой. Светлана Боровская – уникальная женщина. Лицо и голос, который знают практически в каждой белорусской семье. Почти 30 лет она будет нас по утрам и дарит хорошее настроение. Она актриса театра и кино, дипломированный психолог, посол доброй воли международной организации, мать двоих взрослых сыновей и женщина, которая отказалась от генеральской карьеры. Я как-то подслушал разговор людей, которые обсуждали вас как телеведущие. И кто-то сказал, да у нее вся жизнь в розовом свете. И вот мне интересно, вы тоже так считаете? У Есенина есть строчки. Я вот сквозь и буря, и житейскую стынь, после тяжких потерь, и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Вот и весь ответ. Мы затрачиваем очень много усилий, чтобы у вас было ощущение, что мы в розовом свете. Я, кстати, подумала сейчас и про твои всякие горести, о которых я знаю. Дай ручку твою. Вот. Ничего себе, первая минутка. Сейчас я приду в себя. Это, понимаешь, какой вопрос? Да меня сразу вколол самое сердечко. Ну вот. Мы плачем столько же, сколько и вы. А иногда даже больше. Но скажите, разве это хороша артистка, которая скажет, «Ой, мне так плохо, помираю, туфли сносила, рубашку последнюю натянула». Нет. Буду голодная, но в красивой рубашке. У меня ощущение, после ваших 30 лет работы на телевидении, то вы с детства мечтали стать телеведущей. И никем больше. Меня всегда называли артисткой. Или бабушка мне говорила, «Ну ты как артистка, это платьишко надела? Ну как артистка?» Наверное, мне очень нравилось все представлять. Вот, например, мы выходим с бабушкой, мне три года. А пока она там выбирает хлеб, соль, пастилу, она говорит, выхожу, ты уже на крылечке, все вокруг тебя люди, ты им что-то рассказываешь. Но самое удивительное, что они стоят и слушают. Если вы хотите понять, в чем у вас ребенок талантлив, и хотите его в какую-то такую профессию говорливую, где ораторское искусство необходимо, нужно понимать, если он умеет интересно рассказать историю, и его слушают, то это, в принципе, первая способность. Буквально недавно запустился новый проект. «Субботнее утро со Светланой Борозкой». Что это за новая такая программа, и чем она вам дорога на сегодняшний день? Знаете, сухая статистика, цифры, вот рейтинги же нам сейчас такое время, когда просто считают. Неважно, какой у тебя характер, какая ты артистка, просто считают циферки. Так вот циферки после первой программы были такими высокими, и почти не было анонсов, рекламы. И вот эта вот народная молва, когда каждый сказал, а ты видел, а ты смотрел, а что это у меня за шапка там, а что это она пошла к ней в дом? Это же самое прекрасное, что может быть. И я слышу этот отзыв. И побежали на скорость! Разбираемся, одеваемся. Спасибо. И вам, какая вам цвета Света? Мне надо снять микрофон, потому что я... Микрофоном нырять нельзя. Вдруг ты будешь Света Боровская номер два? Никто не знает. Я, видимо, все-таки всем приношу радость, потому что те, кто меня любит, я им приношу радость, а те, кто меня не любит, это же рецепт успеха, да? 20% тебя ненавидят, а 80% обожают. Поэтому те, кто не любит, они пишут всякие гадости. Но я подумала, у них жизнь так грустна, что и бессмысленно, что когда они что-то ужасное напишут, представляешь, как им становится радостно? И в общем... Интересная постановка вопроса. Конечно, они же все, день прожит не зря. И поэтому я тоже им приношу. Значит, я тоже приношу вам радость. Гоняли мужей по деревне, если поздно домой приходили, да? Когда человек волнуется, ему должно быть весело. Прям полхвоста лошади. Давайте что-нибудь такое эдакое. Доброе ранец, Беларусь. Ты помнишь свою первую запись на телевидении? Шанс. Такая была телевикторина. И самый главный подарок был телевизор. И представляешь, вот в одной из программ, куда я попала, я не тому человеку вручила телевизор. И я вручаю, и человек очень счастлив. И вдруг на меня орут благим матом, кому ты отдала этот телевизор, а я уже увидела, как он счастлив. И я помню, что я уговорила, и, в общем, у этого оставили, а другому подарили. То есть это было разорение полное. Два телевизора в то время. Ну, представь, я даже не помню, какой это был год. Ну, 29 лет, посчитай. Вот я закончила в УСО, это был 92-й год. У нас есть следующие кадры, связанные с вашей работой на телевидении. И это вот подготовка вас к эфиру. Давайте посмотрим. Ну, это ранние кадры достаточно. Я не знаю, какого года. Не испугаться бы, не залезть под диван бы. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Я желаю всем зрителям первого национального телеканала. Как часто мы думаем, что принимаем правильное решение, а потом, Лена, проистечения нет такого. Запнулась. Что за артистка такая? Затыкается. По прошествии времени. Забыла слова? Забыла слова. Я так всегда делаю, потому что мне кажется, что у меня большие щеки. Ну, красавец. Ну, неплохая, неплохая, да. А смотри, у меня был темно-красный цвет волос. Представляешь, мне он шел. Итальянки так носили, к синим глазам и шел этот цвет волос. Смотрите, как у меня торчат ушки. Это же какой-то ужас. Они у меня торчат, реально, да. Они как гвоздями, что ли. О, ну я хорошенькая. Хорошенькая. Видите, голосок-то хрипит. Остался. Чуть-чуть. Я ехала домой. Дома дети выпили всю кровь. Дома дети выпили всю кровь? Ничего не измельчу. Я же плакала. Зачем я родила столько детей? Не, я очень люблю своих детей, но и отсюда все мои неприятности. Потому что я их залезала, устроила культ, грех боюсь. Понимаешь? Да. Они пьют мою кровь. Да. Не, ничего же не меняется. Вампиры-тотилили. Да. Вообще, как бы я же в том анекдоте, что хочешь, чтобы воды принесли в старость, так уже воды не хочешь. Это очень смешно. Давай, Лена, чтобы вот так было. Это я Витю всегда прошу. Видишь-ка, смотри, как кнопочка, чтобы сережечка горела. Ничего не изменилось. А ты видишь или нет? Отлично. Какой год? Это лет 20 назад, я думаю, или 15. 20, 20, я думаю. Не меньше. 20. Если не больше. Слушайте, ну меня же можно еще узнать, правда? Сейчас уже никто не узнает, где могилка моя. Вот такой свет примерно у меня на лице. Ну, и где лямпочка? Вон она. Вот любите вы этот конченый план сбоку. Прости, пожалуйста. Лена, давай, Дед Надяна. Ой, ну прям, ой, хорошая девочка Света. Вот, знаете, мне нравится эта ведущая. И вообще, белый воротничок всегда с черным. Я очень люблю этот наряд. Подожди, ты забираешь, я это не читала. Вот это забирай. Вот Лена тоже редактор, нет ее уже с нами. Вы понимаете, какая короткая жизнь, как надо ценить и любить друг друга. О, ничего себе! вот это я выкручиваю, конечно. Смотрите, волосы. О, меня никто не видел с распущенным волосом. Пожалуйста, посмотрите и забудьте. Вы снова этого и больше никогда не увидите. Когда-то у нас было доброе утро, когда мы по одному работали. И у нас были прямые звонки в эфир телезрителей. И вот меня просто все замучили за мою жизнь, почему она не сделает другую прическу. Слушайте, напишите Кате Андреевой в Москву, вы ей тоже пишите, почему она не делает другую прическу? Ну, нравится ей так, и мне так нравится. Причем мы уже все выверили. Конечно, Сереж, я тысячу раз распускала, и Маша мне закручивала и так, и закалывала, и буклечки крутила. Хуже. Все парикмахеры говорят, что очень немногие женщины могут так открыть лицо. У кого-то ушки, у кого-то лобик, где-то чего-то куда-то наезжает. Поэтому вот, пожалуйста, открыто, попроверьте, не резано, не колото, старею органично, как говорят. Точно, да? Я шуточном, посмотрите. Я сейчас разбираю, что-нибудь, куда-то там ботокс втыкаешь. Если бы я втыкала ботокс, и ты тоже, кстати, то у нас бы не было с тобой морщинок на лбу наших великовозрастных. Нет, я не против. Девочки, втыкайте, что хотите. Просто я лично хочу органично. Мне кажется, это же лицо живое сохраняется. Ну, все такое. Абсолютно. Вот. И поэтому один мужик звонит в прямой эфир, вот телезритель тогда, много лет назад, и говорит, Светлана, все прекрасно, все мне нравится, а распустите, пожалуйста, волосы. Почему? Я вот это хочу увидеть. Я говорю, ну, вы знаете, вам как минимум надо на мне жениться, чтобы увидеть меня с распущенными волосами. Нет, ну, а как? Остроумно. Остроумно. Это в прямом эфире. Да, были же очень разные звонки, поэтому, или, например, были такие странные звонки, когда говорят, я вот, ну, такой, знаете, с акцентом кавказским, я вот приехал в ваш прекрасный город, вот я живу в гостинице, например, Беларусь, так вот вы во сколько заканчиваете передачу, я подъеду, приглашаю вас в ресторан. А вот это же слышат все. Потому что он же сначала редактору говорит, я хочу задать вопрос, в каком году лучше там сажать картошку, например. А когда его выпускают, он говорит вот это. И я говорю, ну, вы знаете, дорогой гость нашего города, вы знаете, у меня как-то уже все сложилось в жизни, поэтому я желаю вам счастья, у нас прекрасный город, прекрасные девушки, вам обязательно повезет. То есть все же не написано и не прописано. Это не написано, это включается какой-то поток спасения, такой сигнал, СОС, это тоже про профессию, про то, что может быть я где-то бы и послала бы и похлеще, но ты в телевизоре, моя дорогая. Как можно на протяжении многих лет вставать в 4 утра и идти на работу, и это из года в год, и при этом сохранять хорошее настроение, бодрость духа, и, так сказать, вот этот позитив, актив. Я родилась в 5-15 утра, но это не значит, что мне нравится вставать в 4 часа утра. Никому не нравится. И это вообще, скажу тебе, самая сложная история в моей жизни вот этого вставания. Я встаю, в темноте иду чистить зубы, маленькую лампочку, еда, которая стоит, я обязательно должна как следует поесть, закинуть дров. Я не думаю о том, как я хочу спать, потому что зачем думать о том, если тебе нужно идти на работу. И потом я сажусь в машину, включаю музыку, громко, разную, и вот чуть-чуть смотрю, фонари, дворники метут, рыбаки идут на рыбалку, кто-то уже, рыбаки стоят на остановке, и я начинаю питаться улицей, пока я еду. Вдруг работник ГАИ махнул рукой. Ну, махать мне уже стали году на 15-м моего эфира. Светлана, вы работаете на крупнейшем медиахолдинге нашей республики. Да. Вы популярная телеведущая. Вы могли бы прожить на ту зарплату, которую платят ведущему доброго утра, и воспитать двух детей? Нет, конечно. У меня будет 10 работ, но я прокормлю своих детей. Я придумываю. Я никогда не рассчитывала ни на кого. Вообще ни на кого. Я зарабатывала хорошие деньги. Где-то в эквиваленте тысячи евро я получала за корпоратив. Это хорошие деньги. Всегда хорошие. Иногда это было больше, но крайне редко. Но я могла ехать либо за хорошие, либо совсем бесплатно. Я хочу, чтобы мы вернулись все-таки кадром и напомнили нашим телезрителям утро Светланы Боровской в студии Доброго утра. Да, а мы же в этой студии тоже когда-то вели в сотки в этой. Когда выходишь на сцену, это ведь тоже момент сцены, ничего не болит. Но когда ты выходишь оттуда, иногда ты падаешь. Да, это правда. Самое узнаваемое лицо программы Доброе утро, Беларусь. Светлана Боровская точно знает, как сделать так, чтобы пробуждение ото сна было максимально приятным. За 12 лет в этой программе сменилось уже полсотни ведущих, а Боровская осталась и на радость поклонникам никуда уходить не собирается. Я не помню первый эфир, потому что это было 12 лет назад, я только помню, как я пришла на кастинг. Была, по-моему, месяцев семи беременности вторым сыном. Были столы, такие диваны, и я пыталась влезть за этот стол. Слушайте, товарищ Боровская, вы идите, рожайте детей, а потом приходите. Вы говорите, что за почти 30 лет у вас поменялось 50 соведущих. Нет, 50 вообще ведущих поменялось, а у меня где-то 25 партнеров было. Ну скажите. Мы говорим про соседа по эфиру? Да, да, по соседу. А, нет, нет, я помню 25. Ну хорошо, 25 ведущих. Скажите, какими качествами должен обладать ведущий, чтобы так же, как и вы, задержаться с вами вот в одной лодке? Я не наступила никогда ни на кого, но всегда отстаивала свою табуретку. А кто-то претендовал на нее? Нет, претендовали не то слово, вырывали аж шторм морской за 30 лет. Конечно. Ну потому что, как говорится, будь собой, все остальные места уже заняты. Я думаю, что я устояла, потому что я все время хотела быть в этом честном соревновании лучше других. Ну согласитесь, что еще одна сторона, обратная сторона популярности, это пародии, которые существуют на тех или других знаменитых артистов. Вы тоже имеете пародию? Давайте посмотрим на наши кадры и вспомним. Мы приготовили пародию на ваш шоу. Скажите, вы когда-нибудь видели пародию на ваш шоу? Никогда. А сколько вы уже, напомните, пожалуйста, нам ведете утреннее шоу на телевизор? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. отправляюсь. Светлана, специально для вас пародия на то, чем вы занимаетесь так долго, на наше любимое утреннее шоу в Беларуси. Внимание на экран, пожалуйста. Доброе утро, доброе утро, Беларусь! В эфире новое, самое лучшее утреннее шоу страны, и я ее самая лучшая ведущая, Светлана Боровская. Единственная женщина в Беларуси, которая в 6 утра выглядит лучше, чем вечером. И прямо сейчас у нас рубрика «Этот день в истории». Пошел сюжет. Слушайте, какая прелесть. Сережа, большое тебе спасибо. Начали. Доброе утро, Беларусь! В эфире лучшее утреннее шоу страны, и мы лучшие ведущие страны. Евгений Булка! И Евгений Булка! Шутка. И Люся Лущик. Да ты что! Но с ними мы пообщаемся сразу же после короткой рекламной паузы. Реклама пошла. Так я не поняла, что это происходит? Вы что сюда приперлись? Это моя программа! Ой-ой, напугала, Боровская. И что же ты нам сделаешь? Да вот хотя бы что! «Ах так! Ах так! Ах так!» Две секунды до эфира. Я напоминаю, что спонсором нашего утреннего шоу является «Нцкая мука». И сейчас рубрика «Обзор прессы». Пошел сюжет! Две секунды до эфира. Доброе утро! В эфире самое лучшее утреннее шоу, и мы самые лучшие телеведущие канала СТВ. Юлия Шплевская и Сергей Чу. В гостях у Светланы Боровской. Вам понравилось? Слушайте, но это же я пришла посмотреть пародию, это же была чистая правда. То есть так все и происходит? А вы вообще встречаетесь с ведущими других утренних программ? Вообще мы дружим. А вот те ведущие, которые с вами работали, а потом куда-то пропали, это вот действительно таким образом это происходило? Вы знаете, мне кажется, у них что-то не сложилось. Ну, просто не сложилось. Просто тяжело работать с дыроколом в спине. Вообще пародия гениальная совершенно. Но смотри, вот я брюнетка, да? Если бы я была блондинка с буклами, была бы другая пародия. А я зайка. А брюнеточный образ, он в принципе должен быть решительным. Поэтому меня очень часто наделяют чертами миледи гораздо чаще, нежели концерт. Может быть, я в душе жезель, понимаешь? Но хотят, чтобы я была вас сожелезновой. Сожелезновой. Где вам уютнее все-таки? В городе? Вы городской житель или в загородном доме? Я странный житель земли, потому что недорого все. Вот забери любой кусок, и это уже не я. Кто убирает в доме? Это же большое пространство. У меня нет домработницы. У меня в городе есть помощница Таня, которая иногда ко мне приходит. А на даче нет, мы все делаем сами. Но еще мне помогает Володя. Он иногда может протопить мне дом, приехать в пятницу. Я же не каждый выходной езжу. И представьте, как он делает. Он, как правило, уезжает к моменту, когда я приезжаю. Дом теплый, камин горит, и включен телевизор, и у меня много каналов. И там стоит канал с классической музыкой, где какой-то оркестр играет симфоническую, там, Чайковском. Я когда захожу, я вообще плачу. Говорю, Вова, как ты вообще красиво обо мне думаешь? Мне кажется, я даже сама не такова, как он красиво... Вот как человек красивый может красиво преподать эпизод жизни. Когда пандемия началась, мне так не хватало солнца и вообще радости какой-то. А в Италии, у меня там сестра живет, очень много домов в таком, знаешь, теплом оранжевом цвете, как апельсин. И мы купили краску, короче, и покрасили дом в этот оранжевую морковку. Все одобрили. И он такой теплый, знаешь, он теперь и зимой, и летом. Вот эта апельсинка дает теплоту. Вот, например, еще один рецепт. Я покупаю такие вазы большие или такие, ну, в любом магазине хозяйство там продается, и накидываю туда апельсины и мандарины, и расставляю в доме. Можно и в трехлитровую банку. И вот ты заходишь, и у тебя этот оранжевый цвет от них тебе дает эту эмоцию. Какую-то сочность жизни. Я хочу, чтобы мы все-таки вспомнили ваши киноработы, потому что, несмотря на то, что вся, казалось бы, жизнь ваша проходит на телевидении, вы актриса, и вы снимались в кино, и я хочу вспомнить одну из первых ваших ролей в кинематографе. Это было ужасно. Нет, ты же не можешь сейчас показывать эту сцену? Буду, конечно, вот я именно и хочу показать. Нет, подожди, я это смотреть не могу. Как не можешь? Это что, это не твое, что ли? Нет, это мое, но я не хочу сейчас это смотреть. Давайте хоть глянем, может быть, это не то, что ты думаешь. Ну, давайте. Ну вот, мы смотрим друг в друга в глаза. Прекрасно. Сейчас скажу, где остановиться. Ну, наивный фильм, снимал каскадер. Все, убираем, снимаем, все, 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 все. Если бы это был не ваш муж, вы согласились бы сниматься обнаженную? Ну, знаете, в молодости, девочки, пока, как говорится, можно, а есть чем светить, светите. Оно ценности художественной не имеет. Поэтому это снимал музыка, каскадер, которому вообще слова не нужны в кино. Ему надо, чтобы все взрывалось, раздевалось. В душе холодной и пустой, Хотя и зрячий, но слепой, Я шел звериною тропой. Я никогда не мерялась с Толей. Я признавала за ним всегда звездность. Потому что, когда я вышла замуж, он был звездой. Он был огромной звездой секретного фарватера. У меня же, как говорится, спокойные дни на пальцах считала. Когда девушки под порогом с цветами же жизни никакой не было. А ящики писем. А телефонограммы они зовут на переговоры. «Я люблю тебя, не могу без тебя жить. Приезжай в Ижевск, я вторую смену заканчиваю в 12». Это же вот вся жизнь была такая. Его же рвали на куски. Ну вот мы посмотрели ваш первый фильм совместный. Но у меня есть кадры из последнего, наверное, фильма, где вы тоже смотрели. Да, давай. Это было тоже довольно давно. По-моему, лет 8 назад, 10. Да, лет 10 назад. Дяденька, дяденька! Ой, Дед Мороз. Ну вот. Вроде все в порядке, работает. Спасибо, товарищ Дед Мороз. Странно звучит. Обычно меня называют товарищ генерал. А вы что, генерал? Самое, что не есть, настоящее. До свидания. Товарищ генерал. Представьте, в день, когда мы снимались, у нас были столь очень сложные отношения. Уже. И уже, и вообще, и в этот день в том числе. А смотрите, а любовь же, все хорошо же на экране. Это профессия. Это просто профессия. Для всех телезрителей. Да. Вот это идеальная пара. Мы не идеальны. Мы тяжелые люди. Со сложными характерами, как все. У нас тоже что-то не получается. Что-то... Мы просто люди. А люди хотят надежду, хотят идеальный пример. Товарищи, идеального примера нет. Идеальный пример может быть только в вашей квартире, созданной вами. В какой-то момент, дорогие телезрители, для того, чтобы вас не обманывать, я просто решила не говорить о личной жизни. Я что-то стала не договаривать. Я по-прежнему вам не вру, но оставляю за собой право. Я дверь закрыла. Я счастлива в любви всегда. Когда я становлюсь несчастлива, я что-то меняю в жизни и снова становлюсь счастлива. Но ты веришь в любовь в своем возрасте? В новую? Да, конечно. Так ничего же не меняется. Знаете, как говорится? Мы так же чудим, только помедленнее. Я радуюсь, что меня сегодня окружают люди, которые меня любят не потому, что у меня очень покладистый характер, или я могу быть очень хорошей, когда я вас слушаю, или когда я мою пол или посуду. Нет, которые меня просто любят. Я в любой период жизни придумывала, как умудриться не сойти с ума от горя, если оно было, и зацепиться за какую-то радость. Я хочу, чтобы мы вернулись на улицу, где всегда праздник. Это кино. Это телевидение кино. Ольга. Скворцов Игорь Федорович. Сокращенно скиф. Так меня звали в десантном училище. А я вас знаю. Вы княгиня Ольга. Скиф? Да, скифы мы. Да, азиаты мы. С раскосыми и жадными глазами. Да. Так любить, как любит наша кровь, никто из вас любить давно не может. Дорогая, почему у тебя бутылка уже наполовину пустая? Потому что ты пессимист. Притормози, а? Ой, перестань. Я сегодня поругалась с дизайнером. Как я вам? Альберт, наняли дурака оформлять ресторан. К твоему юбилею. Представляешь? А он? Он вообще ничего не знает. Просто. Ириш, Ириш. Оформляй ресторан как хочешь, я бы вообще ничего не праздновал. Как вообще? Столько приглашений разослали. Ты что, хочешь меня опозорить? А что мы теперь скажем людям? Что у тебя нет настроения отмечать твой юбилей? Юрочка, привет! Привет. Мои комплименты. Садись. Это, кажется, режиссер. Да, это он. А как его фамилия? Айрапетян. Точно. Деточка, поди сюда. Очень хороший режиссер. Да. Кстати, его супруга тоже поет. Да, я видела ее портрет на афише. Хотите познакомиться? Нет, 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 что вы, неудобно. Стрелаешь? Договаривайся. Слушай, что такое, честное слово? Ты смотришь на меня, как будто я вообще собака какой-то. Что вы только находите в этих молодых девицах? Марго, дорогая, ну что такое? Молчи уж. Сереж, ну хватит, завтра прогон. День добрый, Кэт. Так вас зовут, слыхал я. Слыхали так? Расслышали вы плохо. Зовусь я от рождения Катарино. Солгали. Вы зовут вас просто Кэт. То милый Кэт, а то строптивый Кэт. Но все же Кэт, прелестнейший на свете Кэт. Кэт-пошечка, Кэт-лакомый-посочек. Узнай, моя сверхлакомая Кэт. Моя любовь. Натрата утешения, что услыхав, как люди превозносят твою красу, я двинулся сюда, тебя пославлю. А он двинулся. Кто двинул вас сюда, пусть выдвинет отсюда. И же я передвигать вас можно. То есть как? Как этот стул. Садись же на меня. Аслам таким, как ты, привычный тяжесть. Ну, вас, женщин, тяжесть тоже не страшит. Ты про меня? Ищи другую клячь. Ой, как я люблю этот фильм «Нежная зима». Я его обожаю. Я тоже его очень люблю. Я же за него получила приз какой-то, за роль второго плана, именно за эту роль. Давайте посмотрим. Вот тут я выскочу, шубу подружка одолжила. Здрасте, Иван Сергеевич. Степан Сергеевич. Ой, Степан. Просто бафе называйте. А что происходит вообще? Да не надо чая никакого. Терпина! Вот они где, звезды светят. Ехали, ехали, наконец приехали. Ну и забрались вы, конечно. Ну, красиво, очень хорошо. Малиновская я. Она, затаив дыхание, ждет, когда ты расстегнешь верхнюю пуговицу своей блузки, а ты вот кутаешься в свитера. Все глуше и глуше. Зима. Это Юля Лешко написала сценарий. Это очень дорогой для меня человек. И у нее в каждой книге буквально есть Рита Малиновская или Рита Дубровская, где тягучий голос медовый, стрельчатые брови, брюнетка. То есть я всегда узнаю себя. В каждом рассказе у нее есть женщина, похожая на меня. И она говорит, что я отдавала одну черту одной героине, одну черту другой героине. Поэтому ты у меня везде есть. У меня там очень красивая полифония. Шесть, 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 пять, два, три. Рита Малиновская. Я знаю, что Рита, что Малиновская. Ну, кто же не знает Риту Малиновскую? Утренняя звезда в девичестве Попкова. По мужу Михельсон. И уж на экране Малиновская. Республиканский дом печати, при котором журнал на экранах, да, работает? И вот Юля Лешко, Люда Перегудова, Леночка, которая всегда делает очень красивое фото. И вообще эти девочки делают журнал, который тысячу лет. И вот тоже тот случай, когда я покупала его в киоске, у меня никогда не было мысли, я даже сейчас удивляюсь, почему, когда мы бежали с Жанной из школы номер шесть, на угол покупали артистов открытки и журналы, мне никогда в жизни не было в голове, что, ой, ну ничего, я вырасту, тоже буду на этой обложке. Я понимала, что, может быть, я стану артисткой. Но чтобы на обложке журнала... А я была на ней несколько раз. Так я думаю, что все-таки вот по истечению жизни в этом рецепт не нужно считать, что вот я буду скоро на всех обложках. Это ошибка. Я не смотрел все твои работы в кино, хотя их достаточно много, согласись. Ну много, да, за жизнь много. У тебя никогда не было вот этого вот зависти... Никогда. Звездности актеров. Никогда. Ты знаешь, я вообще очень рано поняла, что кино это не мое. То есть я очень хотела сниматься в кино, пока я училась в институте, особенно на первых курсах. Даже когда на четвертом курсе я пришла на телевидение, оно так меня захватило, что я уже не очень страдала по кино. Это было остаточное явление дань профессии. Потому что я очень точно всегда видела, где у меня получается, где нет. Я не идеализирую. Я же тоже понимаю, что у меня не так. Я понимала, что в кино мне казалось, что я наигрываю. То есть я проигрываю самой себе. И я для себя объясняю, что... Потому что в телевидении я – это я. Я ничего не изображаю. Прима ты наша. Анастасия Пальчевская. Вот уж кто про всех все знает. Кто с кем, когда и где. Здравствуй, милая. Здравствуй, родная. Две змеи на солнышке. Нам Аня сказала, сыграйте сцену «Две змеи на солнышке». Как две артистки не любят друг друга. Вот мы про это играли здесь. Шикарная артистка. Прекрасная. У нас были очень хорошие отношения с ней на съемках. Хорошая красавица и очень хорошая. Почему гении актеров? Да, Евстигнеев, Табаков. Потому что они естественны. Когда мы смотрим, нам кажется, что это он. Но ведь это образ, который он играет. А когда я играю в кино, я, например, в себе вижу, что я это играю. А этого не должно быть. Я тебе подарочек привезла из-за границы. Крем от морщин. Мне он ни к чему, а тебе очень подошел. Все-таки театральный грим ужасно уродует женскую кожу. О, вот и он. Андрюш, ну как? Ну мы же договаривались. Ну что же это такое? Трес-мажор. Ну мы можем сейчас, да? Я вот думаю, 100 или все-таки сначала 150? Мы можем, да? Сейчас, сейчас, минуточку. Риту, я в кадре? Ты в кадре. Очень хорошо. Мы продолжаем историю об известном актере Андрея Большакове. Скажите, пожалуйста, вот с какими режиссерами вы сейчас работаете? В телевидении я это я. Я ничего не изображаю. Вот, например, я говорю, Сереж, не надо лезть в те вопросы, в которые я тебя прошу. То есть, и это же я. И люди видят, что это правда. Она расстроилась или рассердилась. Или она как-то вышла из этого вопроса. А когда я играю героиню, мне сказал Астрахан. И Саша Ефремов фактически то же самое повторил. Он говорит, ты настолько яркая сама, что любой образ, то есть воровская, перешибает героиню, которую ты играешь. Сериал «Вера», где я играю жену олигарха, владельца компании, который ненавидит секретаршу, которая оказывается дочерью, в конце концов, этого самого владельца. В общем, там запутанный сериал, конечно. И там я прям все крушу. Когда у тебя такая роль, ты кричишь там по-настоящему из-за боли, которая когда-либо происходила в твоей жизни. И поэтому ты натурально. Ты плачешь по-настоящему только о своем, но вкладываешь это в этот образ. Значит так, делай, что хочешь, но пусть твоя Вера даже не думает посягать на наследство. Тихо, Ир, не кричи. С чего ты взяла, что она что-то претендует? Потому что я не верю в такую случайность. Ира. Я найму детективов. Я докопаюсь до сути. Ира, подожди. Да, я познакомился с девушкой. Да, я привел ее на юбилей твоего мужа. И да, она оказалась его дочерью. Ну, я сам в шоке. Слушай меня. Это какое-то идиотское истечение обстоятельств. Да. Ира, поверь мне, никто не собирается посягать на твои деньги. Ну, это не просто девушка, ты на ней женился. Ирочка, мне давно пора иметь семью. Что поделаешь? Скажи еще, что ты ее не любишь. Люблю, Ир. Подожди. Да. Ну, ночи с тобой. Я не забуду никогда. Может, повторим? Ты же женат. Так и ты же замужем. Ну, давай. Я сниму номер в отеле. Приедешь? Ты благодарный зритель, когда касается не твоих работ? Да. Я тот зритель, который пришел и говорит, удивите меня. Вы, наверное, классно это сделали. Я хочу получить удовольствие. Дайте мне его. Я никогда не прихожу смотреть или слушать человека. Ну, давай, что ты нам там покажешь? Какой ты там гэ снял? Я всегда смотрю, чтобы порадоваться, как это здорово. Вот я такой зритель. Поэтому не случайно, наверное, вас выбирали председателем зрительского жюри на фестивале «Листопад». Я уже забыла. Вот забыли? А мы вам напомним. Как спасибо. Я вообще про это... Как давно я живу на свете, оказывается. Ой, Лена, Гена, боже мой. Класс. Платья у Лены красивые всегда, конечно. Для оглашения решения зрительского жюри и вручения главных наград на сцену приглашается полномочный представитель многотысячной зрительской аудитории «Листопада», председатель жюри, актриса Светлана Боровская. О, «Беленькая черника». Видишь, как я люблю эту «Беленькая черника». Огромное спасибо, коллеги дорогие. Добрый вечер. Вы знаете, как-то непривычно говорить фразу «добрый вечер», но тем не менее. Вот мне хочется начать с эпизода. Дорогие зрители, ведь зрители — это и вы сидящие взаимодействия, которые будут смотреть трансляцию на первом канале. Вот. И, конечно же, все-все-все, кто любит кино, это вся наша маленькая и очень гордая страна. Так вот, очень хочется начать с того, что Ростислав Иванович сегодня, когда мы пришли на пресс-конференцию, изумлялся как ребенок, очень по-хорошему, и говорил, ну прям зритель, скажу. Но и зритель не ожидал от них такой роли, такого включения. Как можно никогда не брать? Я сегодня согласна со всем, что я говорю. Вот какой-то своей такой вот позиции. Ваша мера фильма совпала с мнением высокого и очень уважаемого нами жюри. Поздравляю вас, дорогие зрители, поздравляю. Я всегда была очень к себе придирчива. Вот знаешь, через годы могла сказать, ну что я несла эту чушь, ну зачем я про это говорю? Вот я согласна сейчас под каждым словом. Вообще, вот все равно, ты же много мне всего показал. Вообще, я согласна, я не изменилась, вот я про что. Из тех киноработ, которые уже были в твоей жизни, где ты чувствуешь себя все-таки на своем месте? Когда роль попадает в меня. Вот мне тоже, мы с Сашей Ефремом про это говорили. Он говорит, если роль попадает в твой образ, когда это ты, тогда это ложится. Что она тут делает? Оливчина, познакомься, пожалуйста, с моей женой. Это Маргарита, а это Оливтина. Очень приятно. Жена Юрия. А мы, кажется, с вами коллеги. Я тоже пою. Да? Никогда о вас не слышала. Потрясающе. Она поет. Она тоже поет. Тоже. Слушай, Марго, она тут еще начинающая. У нее нет такого опыта, как у тебя. Совсем молодой девушкой. И все. А я, значит, старая девушка. Поэтому ты изменяешь меня с этой рыжей актрисуркой. Загарит. Марго, успокойся. Театр. Он остался как бы в стороне. Про театр на четвертом курсе я стала понимать, что, когда мы уже играли в учебном театре, где зал, что у меня же не смыкание. Мы же ходили к отоларингологам. У нас был вокал, танец, фехтование, лошади. Все. Я не умею кричать. У меня нет данных для этого. И я это понимала прекрасно. И я как-то притормозила. Не пошла в театр. И счастливый... Вот, посмотри. Счастливый случай в жизни. На четвертом курсе меня зовут в эту программу. В финале четвертого курса на телевидении. Мы с вами вспоминали разные программы с вашим участием. Да. Но я знаю, что была одна программа, которую вы очень любили. Которая называлась «Выход есть». Все, что я любила, я продолжаю любить. Я люблю ее и сейчас. И даже иногда пересматриваю, когда мне грустно. Я выбираю какого-то героя, и мне становится легче от рецепта героя. Всегда в финале есть рецепт. Может, уже и нас не будет. А программы когда-нибудь, вспомнив, когда-то, 300 лет назад в архиве снимали вот так. И была такая ведущая, и был такой ведущий. Конечно, мне нравится, когда людям нравится то, что я делаю. Только червонец нравится всем. Для того, чтобы тебя все любили, нужно соблюдать правила трех Б. Быть бедным, бездарным и болеть желательно неизлечимо. Теперь вот все синяки и душевное тоже остаются со мной, как и синяки физические. Мне нравится работать на телевидении. Нет, это, конечно, здорово, что это нравится тебе и твоей маме. А нравится ли это кому-нибудь еще? Ну, так бывает, знаете, вроде он тебя любит-любит, твой товарищ, поэтому раз тебя задает. Ну, так бывает. Меня несет, я же вся в искусстве, я вся летаю, понимаешь? А вы меня останавливаете, но любя. Никого не осуждать, это почти сегодня невозможно для многих, да? Никому не досаждать, это я обращаюсь к тем, кто меня все-таки досаждает. И наше вам почтение. Говоря о детстве, мы часто говорим, что из детства тянутся всякие фобии за нами, которые нас преследуют потом всю жизнь. Строгая ли вы мама и какого воспитания вы сами? Я разрешаю детям все, что запрещали мне, потому что я была большая противница, что мне это запрещали. У меня была семья в этом смысле красная и черная, в смысле противоположностей. Папа разрешал мне все и понимал, что она не сделает больше, чем положено. Вот это вот кредит неограниченного доверия. А мама запрещала мне, ну, вот просто все. Мамочка, прости меня, любименькая. Просто мама определяла, что мне можно, что нельзя. И я сильно была с этим не согласна. Ну, у нас есть кадры, кстати, с вашей мамой. Давайте посмотрим, что она рассказывает про ваше... У мамы очень строгое. У меня очень строгое воспитание с мамой. Ей года 3-4 максимум было. Ей дали слова, как ей говорить. Она выучила, держит микрофон, сказала свои слова там что-то. Теперь должен мальчик. Она должна дать микрофон, а никого больше на сцене нет. Мальчик у нее берет микрофон, она его отталкивает. А опять мальчик берет микрофон, она отталкивает. Потом взяла и сказала тебе слова за мальчика. И Мерси вышла со сценой. Какая ужасная. Какая ее ужасная. Ну, я тебе скажу, что я когда-то попал с тобой на одну сцену вести Брестский национальный фестиваль. И если бы я тебя не останавливал, периодически, буквально за руку, ты бы и за меня все слова сказала. Это правда, Сережа. Вот это правда. Но я тебе скажу, почему ты так много лет и на телевидении, и хороший ведущий. Объясню тебе. Потому что ты умеешь останавливать. А все хорошие мальчики должны уметь останавливать девочек. И тогда у вас все будет хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пионерский лагерь. Да. Смотрим. Меня мама отпустила. Это было такое счастье. Мы, конечно, там сразу завели роман. Причем мы закончили 4 класса и переходили в 5-й. У меня, значит, был Пашка Золотов. Ой, я даже помню ее фамилию. Паша, если ты жив, здоров, привет тебе. Я даже помню, что из-за меня была драка на танцах. Представь, я в 4-м классе. У меня такой коротенький коричневый сарафанчик. Прям все помню. И я помню, что после танцев меня этот Паша под елкой... Он меня провожал до домика, значит. И так мы стоим под елкой. Вечер, 11 вечера или там полдесятого. Я сейчас не помню. Но все было по закону. Все было как положено. Вожатая нас поджидает. И он говорит, я тебя люблю. И так поцеловал меня в щечку. Для меня это было, ну, не передать. В общем, я прибегаю в домик, говорю, девочки, что я вам сейчас расскажу? В общем, мы всю ночь обсуждали, что Пашка поцеловал меня в щечку. Шикарное детство. Шикарное. Я думаю, у каждого из нас есть этот пионерский поцелуй. Да, да, да. У меня здесь вот есть яов. Да. В яове есть предметы, которые связаны с твоей жизнью. Вот мне интересно, что ты выберешь и что ты... Ничего себе. Как у тебя могут быть яовы какие-то в моей жизни? Нет, ну, они как бы связаны, опосредованно с твоей жизнью. Да. Обожаю. Платки, шарфы и кепки. А как выработался этот стиль? Кепки мне очень нравились, потому что мне нравились... Ну, я там помню, что у Маргариты Тереховой прекрасная фотография с кепкой. Я выросла, и мне хотелось просто повторить то, чем я была очарована. Светлана, что такое посол доброй воли Юнейц Беларуси? Да. Это посол по ВИЧ-спиду. Сколько лет ты уже послом? Ой, у меня уже второй срок, как говорится. За это платят? Нет, это почетная должность. Нет, за это не платят. Это миссия. На одном из славянских базаров вас довели до слез. Ну, это было один раз, ты считаешь? Я вот думаю, какой из разов? Давайте посмотрим. У нас есть кадры. Да ты что? Серьезно. Слушай, я прям вообще... На Дне дружбы раздавали и дружественные премии. В числе награжденных телеведущая Светлана Боровская. За творческое воплощение идей дружбы народа в Беларуси и России. До этого Боровская обычно вручала премию, так что, получив свое, едва ли не расплакалась от счастья. И, как на Оскаре, передала привет маме и папе. Мамочка, папочка, я знаю, что вы смотрели и очень волновались, и нервно смеялись, и радовались. И, может быть, даже платочком слезы утирали, чтобы выросла наконец-то ваша дочь. Наш разговор постепенно подошел к концу. Естественно, как всегда, у нас в конце короткий ответ, короткий вопрос. Да, давайте. Ваш знак зодиака. Скорпион, я не видно, что ли? Любимый цвет. Зеленый. Любимый алкогольный напиток. Красное сухое вино. Любимый праздник. Новый год. Любимое место в Минске? Это площадь, где красный костел и здание, по-моему, архитектуры, где всегда летом очень красивые цветы на балконах. Я проезжаю там и всегда думаю, что это одно из моих любимых мест. В какой стране вы хотели бы встретить старость? Конечно, здесь. Замечательно. Может, у вас домик в Испании? Нет, что вы? Мне даже в голову это не пришло. Это так дорого и вообще так ужасно, что где-то твой домик живет без тебя. Нет. Что вы не прощаете людям? Все прощаю. Что вас пугает? Неизведанное. Ваш главный недостаток? Резкость, вспыльчивость, наверное. Ваш жизненный принцип? Жизнь прекрасна и удивительна, а не так прекрасна, как удивительна. В чем счастье Светланы Боровской? Я ложусь вечером спать каждый день. Я всегда думаю, осталось сегодня кому-нибудь легче, что я живу на свете. Это не значит, что вы должны совершать подвиг. Это значит, что смотрите вокруг себя, поговорите с человеком. Просто остановитесь. Не важно, кто он и знаете ли вы его. Вот я всегда к этому готова. Я понимаю, что кто-то может сказать, ах, у нее миссия делать доброе утро. Но я действительно не считаю, что я работаю. Я пробуждаю людей, чтобы, как говорится, мое дело прокукарекать радостно. И чтобы вы улыбнулись. А что вы сделаете после этого? Это ваш выбор. Это ваше дело. Но я хочу пробудить ваше сердце не к злу, а к хорошему. Чтобы вам стало радостно. Чтобы вы дотронулись до ушка своего ребенка. Чтобы вы позвонили своей престарелой маме, которая так просит вас все время. Звони мне, приходи ко мне. Мне хочется вас просто пробудить. Все лучшее в вас. Потому что люди, которые есть или нет в моей жизни, или их не стало в моей жизни. Я люблю в них все. Мы же не любим людей за худшее в них. Мы же любим их за лучшее в них. Я знаю, что многие актеры, телеведущие сегодня запели. У вас не было желания записать? Было. У меня было желание 150 раз. Тем более у меня же вокал, институт. Это смешной момент про это. Когда я в гримерку пришла, у меня был Михаил Яковлевич Финберг и много людей. Я говорю, Михаил Яковлевич, ну посмотрите, все поют. Все, кому не лень. Одна я не пою. Я же тоже хочу петь. Я же тоже артистка. А он так сидит и говорит, держись, Боровская. Держись. Я не хочу заставлять вас петь сегодня здесь, в нашей студии. Почему? Я могу. Соловей. Все. Ну зато мы подготовили кадры, где вы поете. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Глаз, да? Глаз, глаз. Хорошее настроение. Дитятка какое-то там. Не покинет больше вас. Так. Я вас очень люблю и желаю вам хорошего и вкусного утра. Светлана, огромное вам спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Значит, книжка называется «Ангел в темноте». Вот это как бы моя фотография, фотографию я не позволила публиковать. Более того, здесь написано «Светлане Боровской за доброе утро в ее сердце». Она даже продается уже очень давно. И вот тут я пишу вместо предисловия, что это все неправда, что здесь написано. Все вымышленные. Правда, Рита Дубровская, это точно я. Маша, это Наташа. Маша тоже там есть. Я пишу всегда одинаково. Всегда доброго утра. Потому что как вот утро начнется, с какой ноги встанешь, как ты захочешь. Вот, например, говорят, как твои дела, у меня сейчас спрашивают. Я говорю, все мои дела в моей голове. Как я на это смотрю, так и дела. Правда же? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова